так ну что привет всем у нас сегодня вечернее включение почти ночное восьмой час вот мы тут выбрались в ресторан из списка рекомендаций 3 подвайзера такое симпатичное местечко тут фонарики крыши пальмовые вот такие вот неплохая обстановка неплохое меню вроде бы пока еще вот фиолетов только начинает пробовать как вы думаете что лазанью правильно вот и ну чё надо сказать несколько слов про день сегодняшний да про вчерашний мы там более-менее рассказывали была непогода и мы отдыхали а сегодня у нас что было рассказывать давай начинай с себя я сегодня отдыхала на пляже и сделала сноркелинг сноркелинг нет там было в одной статье написано сноркелинг но это по-английски когда мы говорим сноркелинг так так вот и там были неоновые ежики черные у них прям вот такие как будто подсветка там установлен разноцветных двух цветов потом там был другой с такими белыми остренькими иголочками потом у него были такие треугольные коричневые внутри три иголочки он очень был разноцветный тоже там куча звездочек разные трепанги что-то типа таких мягких существ вот всякие надувашки там разные эти актиниди и в общем там очень много жизни в этих кораллах и все это на глубине и все это на глубине щиколотки и вода теплая солнце жаркое и много кораллов на коралловом песке вот такой был день я все это посмотрела и поехала назад в отель а покушала ты ну да, покушала то есть тебя тут в принципе кормят, да? да не голодаешь отлично хорошо, ну давай тогда ты можешь меня показать отвлечь немножко от лазаньи ну здравствуйте всем уважаемые подписчики моим многочисленным вот значит сегодня я расскажу вам вот ради чего была вся моя многолетняя по сути эпопея с обучением дайвингу наверное отчасти ради этого дня хотя самообучение тоже доставляло определенную степень радости вот мы сегодня плавали на рифах у меня было три погружения на трех разных локациях вот последняя была конечно такая самая ну непримечательная наверное ну потому что во-первых последняя уже сложная была чем-то удивить во-вторых потому что она была на вот ну по сути там рифе рядом с Aluna Beach с этим пляжем где Виолетта сноркала как раз таки вот а еще две два погружения у меня была первая в Донаву дайминг спот какой-то рядом с тем пляжиком с которым у нас было первое включение то есть по сути там вот напротив этого пляжа тоже находится риф потрясающей разнообразности очень красивые очень-то всякие разные разношерстные разномастные кораллы вот ну и там жизнь всячески кипит для понимания что такое риф это вот примерно вот как это вот штучка с маслом да есть какая-то мелководная часть она находится ну на глубине на различной ну в среднем там допустим это там семь-восемь метров да вот до сюда и здесь такие невысокие карачки иногда там чуть повыше чуть пониже где-то там ну с перепадами высот там от нуля там до восьмидесяти сантиметров может быть метра и там все эти маленькие рифки тусят много всяких там движухи там и так далее и так далее потом в какой-то момент риф кончается вот эта вот мелководная часть и начинается обрыв ну собственно вот всего этого нароста рифового вот и это ну достаточно глубокая история уже где можно погружаться вот основание рифа там где мы погружались сегодня это было где-то в районе там двадцати пяти ну двадцати трех может быть тридцати метров вот и соответственно ты вот плывешь вот так вот вдоль этого рифа вот так вот вдоль этой стенки там всякие пещерки выемки выступы тоже очень разные кораллы на каждой глубине все по-разному разная живность там водятся крупные рыбки и маленькие рыбки хищные рыбки и не хищные рыбки вот и так ты погружаешься в итоге плывешь там либо в одну сторону в зависимости от течения либо вот так вот постепенно лесенкой туда-обратно поднимаешься плаваешь по этой части и потом всплываешь вот такое погружение одно занимает порядка там сорока минут тире шестидесяти вот и что собственно я видел да на первом погружении я видел черепаху я видел какую-то гигантскую рыбу змею прям ну там больше полутора метров в длину морду было не видно сложно сказать что это такое вот но прям длинная-длинная такая была толщиной наверное ну может быть с руку где-то вот окраса такого черно-серого в полосочку ну как змеи обычно бывает в полосочку вот так же как где-то была окрашена что еще черепах несколько черепах мы видели на первом погружении одна даже там проплыла рядом со мной на расстоянии ну вот там может быть вытянутые руки ну черепахами нас уже не видят мы когда стропили их видели поэтому черепаха черепаха очень много всякой прям не реально странные необычные фауны какие-то там морские там то ли черви то ли слизни гигантские какие-то там ежи необычные какие-то рыбы разномастные разноперстные там которые мимикрируют по дно под кораллы рыбы которые там очень пестрые цветные рыбы-клоуны которые в анимониях там трутся прячутся вот ну и конечно очень много всяких кораллов на втором погружении примерно все то же самое только уже без черепаха, без змей, но больше разнообразия кораллов было, и там я обнаружил такие прикольные штучки, которые, не знаю, как правильно назвать, но все в том, что они очень быстро втягиваются, как вот если, помните, вы школьную биологию, там гидру надо было поймать, вот, и гидру так нажимаешь, она так схлопывается, сжимается. Вот такие же истории, очень красиво, подплываешь что-то типа камня, из него торчит разноцветные елочки, зеленая, оранжевая, серая, черная, красная, такие с пиральками, вот, торчит еще всякое разного, и ты по мере подплывания так потихонечку на них, хоп, рукой машешь, ну или касаешься, или просто поток воды направляешь, и они схлопываются внутрь, в мгновение ока буквально, втягиваются, и это, конечно, очень круто, вот. Ну и на третьем погружении было чуть меньше разнообразия кораллов, чуть меньше разнообразия рыбок, но все равно все эти неоновые рыбки, попугаи, там, еще там всякие разные эскалярии, это все вот тут прям в достатке, большое биоразнообразие, много впечатлений, масса воспоминаний, конечно, ну, когда там сотрудник подзаботится, но, в общем, я понял, что такое рифы, насколько они живые, разнообразные и так далее, получил большое удовольствие. Вот, все, что еще? Все? Ну, все, тогда давайте до следующего включения.